Президент России поручил главе МЧС оказать людям, которые пострадали в результате падения метеорита, всю возможную помощь. В распоряжении Владимира Путина на Урал направлены специалисты из Москвы, которые должны проанализировать ситуацию и оценить нанесенный ущерб. К сожалению, после этого события нарушена нормальная работа некоторых предприятий промышленности. Люди пострадали. И объекты социальной инфраструктуры, детские сады, школы. Нужно всё сделать для того, чтобы, во-первых, объективно оценить ущерб. Я разговаривал с руководством Сырьевской области. Люди работают, работают в регионах. Слава Богу, нет падений в населённые пункты, крупных объектов. Но, тем не менее, пострадавшие есть. Нужно прежде всего подумать о том, чтобы помочь людям. И не просто подумать, а немедленно это сделать. Региональная власть, я знаю с Вами, с Вашими людьми там ВКонтакте. Работают активно. Доложите, пожалуйста, объём ущерба на данный момент времени. И что делается для того, чтобы восстановить нормальную работу учреждений и объектов промышленности. И людям помочь, конечно, прежде всего. В настоящее время развернута группировка сил общей численностью больше 20 тысяч человек. 3 тысячи единиц техники и 8 воздушных судов. Преидент нашей работы – это оказание практической помощи людям, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации, и решение всех вопросов жизнеобеспечения. Я могу доложить, что система энергетики, транспортной коммуникации, авиация работает стабильно. Превышение норм радиационной обстановки по выбросам аварийно-химических опасных веществ не зафиксировано. Но вместе с тем мы соответствующие мобильные группы, которые мониторят всю ситуацию, развернули по всей зоне чрезвычайной ситуации. Я прошу Ваше одобрение на вылет рабочей группы против комиссии в зону чрезвычайной ситуации для принятия дополнительных мер и оказания необходимой помощи из федерального центра. Местные региональные власти пока справляются, по их словам. Вместе с тем вылет туда Вашего специалиста будет не лишним. Нужно провести анализ всего, что произошло и оценить возможный шик, который мог быть нанесен не только инфраструктуре связи с социальным объектом, но и энергетике. Это чрезвычайно важно в зимний период. Так что сделать это как можно быстрее.